МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Евгений Додолев собрал редкие снимки для семейного альбома Владимира Меньшова и Веры Алентовой. Ты знал такую фотографию? А где это? Как Юлия Меньшова восприняла разрыв родителей? Что будет с Олей? Почему папа? Вера Алентова и Владимир Меньшов о своей свадьбе. Он долго настаивал на том, что это знак судьбы, и сопротивлялась. Как знаменитый режиссер оказался в тюрьме? Кресты, да, те самые. Это что, фильм какой-то? Нет. И где вся семья собирается встретить Новый год? Это опасный вариант. Утро доброе. Сегодня мы листаем семейный альбом Алентовой и Меньшовых. Здрасте. Опаздывайте. Заседание было назначено на три часа. Сейчас без трех минут. Но если вы решили начать пораньше, то я не возражаю. Правильно. Альентовой или Альентовой все-таки? Вы можете представить, что одинаковы? Вот я знал ответ на этот вопрос, но интрига была для зрителей. Обычно мы начинаем с детских фотографий, что логично. Но в этот раз исключение, потому что я считаю, что вот с этого все и началось. День рождения семьи, официальная, я так понимаю, семья была уже образована до того. Проект Юли Меньшова, я думаю, был бы невозможен без... О, нет, был бы невозможен, но он был отложен, этот проект. Аж через шесть лет только этот проект осуществился. Почему бы я так долго не рожал? Ну почему? Ну, Серега, потому что мы с тобой были нищими. Да никогда мы не были нищими. Никогда. Знаю, что 64 раза вас спрашивали, спросил 65-й, почему без фаты? Свадьба, невеста без фаты. Родители в других городах, мы студенты на втором курсе. Бедность сумасшедшая. На третьем это был курс. Стипендию получили, отдали ребятам, чтобы они что-нибудь там вот устроили. Какую-то... Стипендию сколько была когда-то? 22 рубля была. 22? Да, 22. Немного. На третьем было уже лет рублей 25. Ну, это приятно-то. Я буду говорить, ты меня исправляй потихоньку. Добавляй. Ты прям провокатор какой-то, Дарьбель. Мне кажется, когда родители вступают в полемику, дочь как-то должна не быть... Роль дочери вовеков была в том, чтобы держать обе стороны в балансе. Они должны дойти до какого-то пика, и потом я начну разводить по углам. Вот в этом возрасте это уже качество проявлялось? Нет. Во-первых, мама с папой в разводе. Так я знаю, что в разводе, вы же рассказывали, что самое лучшее время было для вас. Это прогулка с папой. Я... И это съемки, кинофильма... Это выбор натуры. Выбор натуры, хорошо кинофильм, розыгрыш. Я с папой получаю огромное удовольствие от этой прогулки. И еще никого не собираюсь разводить по углам совершенно. О, какая встреча! С праздничком! Поздравляем! Гуляете? Да, как и вы. А почему нравился вот этот период? Обычно это же, особенно для девочек, вот такого возраста пубертатного, как было сказано. Это не пубертат. Ну, до пубертата, это еще... Это глубоко не пубертат. До пубертата, это еще гораздо более драматично, когда родители расходятся, а у вас, вы говорили, это просто вот было чуть ли не лучшее время. Она нетипичный ребенок. Вам немного парадоксов. Типичный ребенок нетипичных родителей. Короче говоря, было прекрасно, что? Значит, в тот день, когда папа приезжал меня забрать погулять. А как часто он приезжал? А вот это я не знаю, но было ощущение, что довольно часто. Да, гораздо чаще, чем пока, когда мы были вместе, время оказывалось свободное. То есть это что? Это он же... Мужчина понимает в это минуту, что я еду заниматься ребенком, да? Этот день как-то продуман. Мы едем в какой-то парк, потом мы едем на рынок, мы покупаем еду, мы едем к папе, папа готовит. Я сижу на холодильнике, по пути откусывает, не знаю, огурец и говорит... Ой, на, на, какая вкусная! А она там. А при этом ты знаешь, что вечером ты поедешь домой, а дома тебя ждет невероятный... Ты пропускаешь, пропускаешь. А ресторан, походу, в ресторан. Ой, да что вы! Моя доля! Не надо! Выкладывайте, выкладывайте, Антон. Ресторан мне не был так интересный. Регулярно. А мне не было интересно, веришь? Вот точно не кипичный. Объясняю, почему... Нет, объясняю. Вы забыли, что это советский ресторан. Советский ресторан, ты приходишь, делаешь заказ, час ждешь, а жрать-то ты уже хочешь очень сильно. И что дальше происходит? Стоит на столе черный хлеб, соль, перец, все, что есть, пока ты час ждешь. И я в результате напихивалась этим хлебом. Это тебе казалось, сейчас 15 минут поздавала. Не знаю. Вот вкуснее было не ресторан, а пойти на рынок, вот это, отварить картошечки. На холодильнике. На холодильнике, да. А вечером ты едешь домой, и там тебя ждет любящая мама и бабушка, которые тоже тебя обожают. То есть ты получаешь в полной мере внимание с обеих сторон. Вот розыгрыш помянутый. Девочки, вопрос к вам. А вы видели ремейк розыгрыша? Уже есть ремейк? Нет, я не видела. Есть ремейк розыгрыша. Вы не знаете о том, что есть ремейк на первую ленту Владимира Меньшова? Нет. Владимир Меньшов-то сам знает о том, что есть ремейк? К сожалению, знаю. В двух словах скажу, в чем там. Если у нас розыгрыш был, что они учительницу развели на тему, что контрольный не должно быть сегодня контрольный, то там выкладывают в интернет, что учительница, ну, едва ли не проститутка. Враги сейчас используют любую возможность, чтобы растлить нашу молодежь. То есть фильм не понравился? Не то слово. Вы три года были... У нас термин такого нет, в Америке говорят, он the break, ну, вот, в разрыве. Понятно, что вот в течение этих трех лет, ну, с кем-то встречались, какие-то были увлечения. Ну, что ты расстраиваешься, Люсьен? Три года от Несторых, понял? Потом рассказали друг другу, когда снова сошлись, что вот была такая история. Или нет. Или вот просто по умолчанию вот сошлись снова, и как будто ничего и не было. Ну, я бы ее и не просил, если бы кто-нибудь был. А, вот так вот. Понятно. А она мне просила. Дотворил дело и сам весь изгибился, я же вижу. А вы рассказали? А там рассказать ничего не надо было, там было очевидно. Мы все знали эту женщину, с которой папа был связан, и я ее хорошо знала, она мне очень нравилась. И как-то, собственно говоря, в этом не было никакой тайны. Когда мы обратно стали вместе жить, и Юля увидела у нас в одной кровати. Вот теперь папа будет жить с нами, сказала мама. Она сказала, а как же у Оля? Правда, да? Правда? А сколько лет было? Мне? Да. В школу пошла она. В школу пошла 7 лет. Справедливая была. Я была очень... В школу пошла. Мне было 7 лет. Ты пришел меня провожать в школу. 1 сентября. И уже была одна странность, которую приметил мой цепкий детский глаз, потому что ты был почему-то в бабушкином свитере. Вот это у меня для выхода. Так, повесь обратно. А теперь я понимаю, что, видимо, ты ночевал у нас в эту ночь, а приехал, наверное, в рубашечке. А поутру было прохладно, надо было меня везти. Всем бабушкин свитер дали. Он был такой макировый. Это было не очень приметно, что он мужской или не мужской. Но этот вопрос я свой тоже помню. Это не чистая правда. Никакого бабушкиного свитера. В бабушкином свитере. Я и спросила, почему папа в бабушкином свитере. Это мне тоже... Что будет с Олей, и почему папа в бабушкином свитере. Этим вопросом она 3 года потом занималась. Нет, может, у нас что-то и было раньше. Но с этого дня нет. Теперь я люблю только вас, мадам. Удивительно, мы несколько лет с вами назад разговаривали, вспоминали вашу маму, бабушку, соответственно. И мне казалось, что она была достаточно жестким человеком в плане каких-то ограничений, в плане того, что вас на завод отправила из театра. При этом вы просто ее любили как дочь обласканная совершенно. Я даже знаю, вам какие-то вкусняшки не позволяли отведать. Потому что это бабушка. Давидно было ребенку-то? Нет, не было обидно. Потому что была расставлена система приоритетов. Что бабушка свою жизнь уже прожила. Жизнь была очень тяжелая. И у нее в жизни было очень мало радости. Твоя жизнь начинается. Твоя жизнь впереди. Твоя жизнь в гораздо более благополучных обстоятельствах. И поэтому ты еще эту конфету съешь и не раз. А она, возможно, ее съест сейчас. Мне казалось, что... Радость что? Да. У вас тоже, мне казалось, тяжелая жизнь. И была, и есть. Вы знаете, детство не бывает тяжелым. Воспоминания всегда самые замечательные. Только выглядываясь назад и сравнивая. Разумеется, там, скажем, Владимир Владимирович говорит, что ему в детстве дали шоколад. И он вышел и хвастался там, где-то во дворе, что он шоколад ест. А у меня не было даже конфет. Витя, не надо так торопиться. И потом для рыбы есть специальный нож. Я же, а вы, какой? А столоб? Все утро тебя учила. Что подумают про тебя наши гости? И там, где мы жили на трамвайе... За что получил? Он получил, да. Польший ям за это. Но у нас на трамвайной остановке была женщина, которая торговала конфетами рядом с моим домом. Я с ней очень подружилась в надежде, что она, может быть, меня угостит конфеткой. А она никак не догадывалась. Она думала, что я с ней просто так дружу. И однажды, когда она отвернулась, я конфетку у нее украла. Я бежала и больше никогда с ней не дружила. Потому что мне казалось, что она заметила из этого огромного... Знаете, совком набирают, значит, там в кулечек. И дальше я когда пробегала мимо, она мне говорила, Верочка, почему же ты мимо меня теперь бежишь? Мы же с тобой так дружили. У меня уши были красные. Мне казалось, какой кошмар, какой кошмар. Вот вспоминаю это, я, конечно, понимаю, что, конечно, видимо, это, глядя со стороны, ты понимаешь, что да, Кань, бедный ребенок, вот он был лишен сладкого, может быть, и ничего. Потому что сладкое, которое я приносила в дом, мы прятали. И Юля находила в любом месте, где это было спрятано, и сладкого ела очень много. Так что, может, и ничего, чтобы было так трудно. Вы, я знаю, воровали у мамы деньги на мороженое. То есть вы просто рецидивист такой малолетний. Наконец-то мне открыли, глаза на тебя там посмотрели. Как же в жизни? А она воровка? Я, может быть, да. Я там кое-что, конечно, скрыла, отскрыла. У меня кое-что пропадает. Да, вот. Если пропал рубль, то это мне и на мороженое. Ай! Да. И конфетки, думаешь, куда пропадают до сих пор в доме? Нет, конфетки я уже знаю. Ну, вы знаете, было достаточно маминых слез однажды, чтобы это прекратилось дважды, я ее не стащила по рублю. И когда она на вторую, а денег было так мало, что, конечно, рубль, это было заметно. Она ведь плакала не потому, что я стащила, а потому, что она не могла мне купить мороженое. Да. Но я это сразу поняла, что она плачет именно из-за этого. И все, больше-то, конечно, никогда не было. Мне ничего не надо. Я вам обещаю, что никогда ни о чем вас просить не буду. Удивительная история, да, что у Валентина Михайловича и у вас, Валентина Михайловича, папа и у вас. Когда вы это выяснили, вы же никогда познакомились с студентами, начали с того, кстати, моему папу зовут Валентина Михайловича. То есть это же в какой-то момент выяснилось? Или мы не знали о Валентиновиче? Сначала мы ответили, что мы оба Валентиновича. Так, ну это понятно. И что это знак судьбы. Да. Это судьба. Я это знаю. И ты это знаешь. Он долго настаивал на том, что это знак судьбы. Я сопротивлялась, но когда выяснил, что еще и Михайлович... Вы поняли, что вот это вот, это оно. Я быстренько проверил, мы не можем ли мы быть братом и сестрой. Вроде нет. Это не совпало. Хотя, в общем... Близко. Близко, да. Там... Архангельск, Север. Проходили, да. То есть по-соседски, да, так. Там не было никакого события такого. Вы помните вообще, когда вы первый раз увидели любовь в своей жизни? Помню. Расскажи. Лаконично. Лаконично. Но вспоминать не хочется. Помню, но не раскатровно. Расскажи, как это было. Замечательно, извините, что перебил. Она была, можно сказать, писаная русская красавица. Она и осталась. У слова была. Да. Оскорбите, конечно. Я добавляю подробность, которая меняет тебя в моих глазах, с длинной русой косой, которую она на первом же курсе, по-моему, отрезала. На втором. И покрасилась в рыжий цвет. Случайно. Потому что я попросила в медный цвет меня покрасить. Я думала, что медный – это бронзовый. И когда он меня покрасил, это был старый еврей, который сказал, что вы мне сделали, как же вы меня покрасили. Он достал медный пятак и сказал, это ме. Так что ты хочешь, девочка? Он меня покрасил в этот цвет. И таким образом я ходила, у меня вылезли все из ножки, которых не было. Вылезли. Я проходила так. Больше я, надо сказать, не стриглась никогда до Москвы. Короче, она отмахнула себе эту косу. Но я даже не смотрю, какой там, чем сильно разочаровала. Но все равно не окончательно разочаровала. Я не заметила разочарования. Я так понимаю, что вы сперва, ну, как бы дружили. В какой момент вы поняли, что подкатывает конкретно человек? Дружили, дружили, потом целоваться стали. Подойди к тете и поцелуй ее. Тетя Тамара очень даже хорошая. Вот Александра Дорохина, однокурсница, передала вот такую фотографию. Не видели, да? Ты знал такую фотографию? А где это было? Мать, видишь? А тебя-то и нету, да? Она без меня ходила. Первая, Валентина, а вы там кого-нибудь узнаете помимо себя? Да, я себя сразу узнала. Рядом Димочка, это вот тот самый Димочка, который нам все-таки денежку дал. На шампанское. Да, на шампанское. И это было счастье, что вообще нужны свидетели, потому что когда вот мы поцеловались, открыли шампанское, в моей голове была только одна мысль, что у нас нет ни единой копейки за это шампанское заплатить. Мы в ЗАГС приехали на трамвай. Правда, правда. Потому что мы все отдали ребятам. Иннокентий Иванович, согласны ли вы взять в жены гражданку Соединенных Штатов Америки Каэрл Абзац. Ну а для чего я тогда сюда пришел? И Димочка увидел, что у меня в глазах ужас, и он сказал, не волнуйся, у меня есть пять рублей. И это было счастье. Там еще Владимир Владимирович заказывал фотографии. Значит, вот эту, эту, и эту. Там все фотографируют. Потом ему счет подали. Он сказал, да, ну тогда может быть только вот эту, 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 эту и эту. Ему опять счет. Он говорит, тогда вот эту, эту. Все, у нас есть две фотографии, вот одна из них. Парадокс. Достойный пера романиста. Вот оно. Да, вот оно. Напечатлено у нас в монохроме. Эти снимки мне делал, между прочим, замечательный оператор Алексей Родионов. Это вот эта отличная фотография, когда мы там на тахте втроем. Вон она стоит. Да, мы старались здесь. Ну, часто так, в такой вот позе. Ну, это он придумал. Около года Юли. Да, Юльке 10 месяцев здесь. Это следующее лето мы поехали, по-моему, в Останкино, и там фотографируемся. В парке. Вот где вы заронили в мое сердце. Телевизионное, да, будущее было определенное. Здравствуйте. С вами программа «Я сама» и Юлия Меньшова. Я понимаю, что все трое, да, они актеры, хорошие актеры. Ну, вот здесь же, наверное, никто же не играет, не изображает. Как же нет? Вера Валентиновна, смотрите, как изображает. Изображает. Хозяйка, я бы хотелось. Улыбка неискренень. Что за автомобиль? Автомобиль, это первая Волга, значит, наша. Наверное. Я думаю, да. Вот эту одежду, помню, что мама в такой одежде была в советском экране. У нее была такая жилеточка, и такая же была юбочка. И вот так ты разрываешь там письма. Мне кажется, может быть, это для советского экрана. Да, это после «Москва» слезам не верит, я думаю. Вроде как вчера было. Говорят коллеги недобрые, если они вообще бывают добрыми, что статуэтку Оскара на Никина какой-то вам ее дали с тем, чтобы вы потом за кулисами ее вернули, а Меньшов-то ее на сцене взял и так с ней и уехал. Ах, вы и это знаете. Что ж вы за проныр? Это злые-то такие говорят. Он на сцене попросил разрешения уехать. Он попросил таки, да? У зала, у масс. Я не видел этого Оскара ни разу. То есть статуэтку, в смысле? Свою он имеет. Я понимаю, да. Привез атташе по культуре, передал в министерство. Министр никогда не обнаружил, что статуэтка стоит у него. У него там была комната отдыха, у министра. Скорее всего, там она и стояла. А когда началась перестройка, стали меняться министры, я понял, что я его потеряю вообще. Там кто-нибудь из министров наконец возьмет его домой, чтобы не пропало, а потом попробуй его найти. И вот как раз Гусман придумал, если не ошибаюсь, в 89-м году. На первой ника. Первая ника, да. Первая или вторая ника была, на которой он придумал сделать вот это мне вручение этого Оскара. Мне сказали, дадут, и сразу за кулисами мы у вас заберем. Я говорю, ну, разрешите мне, чтобы он переночевал у меня. Переночевал все это? Зал сказал, да. И я под это дело ушел, рассчитывая не возвращать. И хорошо сделал. Значит, конечно, бы его где-нибудь сейчас... А в музей кино его хотели куда-то устроить? На чьей-то даче бы кололи орехи. А почему не поехали сами? Потому что... Потому что был невыездной. А невыездной-то почему? Когда я, наконец, добился ответа на этот вопрос, он состоял из того, что... Вот вы говорили, что во Франции... Он состоял из того, что двое людей написали на него донос. Вот из чего он состоял. Никогда не пытался выяснить, кто это накатал на меня? Смотрите далее. Правда ли, что Юлия Меньшова из-за родителей собиралась уйти из института? Да, она пошла писать заявление. Как Владимир Меньшов оказался в тюрьме? Кресты, да, те самые. Это что, фильм какой-то? Нет. И где вся семья собирается встречать Новый год? Это опасный вариант. Про животных скажите. Это животное... Мы с Верой сначала увидели его, даже до этого она увидела в Париже на афишах. Красоты неописуемые. Игрушечные просто. Характер ужасный. Здесь хорошо видно, что таких красавцев не бывает. Посмотрите, какой лоб, какой нос. В книге написано. В книге за красоту. Да. Но больше достоинств у него нет. Не было. Красоты? У него эта порода исчерпывается. Но любовь была безумная, взаимная. И он нас любил. У папы с ним. И у мамы с ним. Меня Гаврил. Не признавал? Нет. А кто его так окрестил? Нет. Вообще-то он Глорг Гелиос. Мама, это я. Сто процентно я. Потому что я в фильме «Каникулы Простоквашина» или «Простоквашина». Помните, Матроскин зовет корову. Гаврилша, ко мне! Мне это было так смешно. И трогательно. Я сказал, боже, какое чудесное имя. Гаврюша. Какой он смешной. Давайте назовем Гаврюша. Потому что нам нужно было имя на две. Он Глорг Гелиос. Жил он с нами 12 лет. Или 11 с половиной. Меня за человека не считают. И это было счастье для... Он понимал, что он попал в их сердца. И что он здесь главный. Хотя он все нарушал правила игры постоянно. Где хотел, задирал ногу. На кухне. У нас кухня называлась между нами. Называлась общественным туалетом. У меня же с утра выходишь, как Гаврюша. А он в ответ делает так. Типа. Делал, делать, делать буду. Даже вообще просто. Не разговариваем об этом. Смиренно 12 лет мы убирались. А дальше у Гаврюши собаки, кокер с пенелем и кренской, они искусственно выведенные. Понимаете? Поэтому у них, во-первых, слезятся глаза. У них утекут уши. Они больные насквозь. Им нельзя жрать, как бы, чего-то. Потому что иначе сразу начинают умирать. Поэтому это надо следить было. Воровал он все. При этом еще есть одно свойство, которое не записано в книжке. Надо знать, что нет чувства сытости у акулы и у кокерцев. Нет. Нету чувства сытости. Он будет воровать всегда. Даже если его накормишь. Только что сейчас, значит, не знаю. Баранье от бюны. Беги, дядь Митя. Была масса смешных историй, когда папа готовился к Новому году. Потому что папа стол уносили с кухни. Расставлял по табуреткам салаты. Он не мог понять, почему половины салата нет. Или она примята. Или вот он пельмени отварил, поставил. Горячий. Горячий кастрюля. Гаврюша. Но это еще не все. Самая смешная история была вот какая. Он же был еще агрессивный довольно. То есть ему нельзя было делать замечания. Он этого не любил. Я бы так сказала. Когда мы делали замечания, он не любил. Не по-кокерски. Да, да. И, значит, короче говоря, как-то времена советские. Как бы доставали бы все как-то. Если брали, то по 15, по 20 с ящиками. И как-то я помню, что папе откуда-то привезли колбасу. И она лежала с этими палками на балконе. Так вот она лежала. Так штук пять там их лежала, значит, на балконе. У нас сидели прелестные наши друзья, врачи, очаратные люди. Мама ведет с ним светский разговор о том, что у них нет детей. И она говорит, ребятки, вы знаете, собака, это все-таки такое счастье. Ну вот мама со свойственным ее прекрасным голосом северным, вот это все, именно вот в этой манере. Знаете, я бы на вашем месте все-таки подумала. А в это время кто-то открывает балкон, заходит, выходит, и балкон на двери остается открытой. И я вдруг говорю, ребята, мы балкон не закрыли, мы все втроем говорим, Гаврюша, господи, мы несемся туда. А тут начинают раздаваться нечеловеческие звуки, потому что Гаврюша взял эту палку, и понятно же, он ей не отпустит, эту колбасу. Не отдаст. Не просто не отдаст. А если ты начнешь ее вырывать, то тогда он откусит тебе руку. И дальше идет следующий текст, на глазах у этих чудесных двух врачей. Три человека. Ныгла, неси какую-нибудь простыню, накрывать его будем. Нет, неси эластичный пинк, ему надо морду завязывать, вырвем, когда завязанная морда. Колбаса, колбасу нельзя, ведь за что бьемся? Не за колбасу, глаза потекут и уши, нельзя ему сырокопченую колбасу. Давай, скручивай его, давай палку ему впасть вместо колбасы, давайте что-нибудь впасть. И вот это, значит, содрогающееся, я бы сказала, такое тело, в простыню завернутое, значит, с вынутой колбасой. Мы проносим через кухню втроем. Судороги такие, мы проносим. После чего мы закрываем его в комнату, мы вырвали из него колбасу, и слава богу, уши и глаза не потекут. Мы все возвращаемся, фу, говорим мы. Мама говорит, чашка, я говорю, так вот, ребятки, собака, это такое счастье! В общем, у Гавриши было много всего смешного и прекрасного. Это, я так понимаю, съемки. Да, это одна из моих любимых фотографий наших. Да? Почему? В твой момент именно съемки. Это смотрит в кадр Владимир Владимирович, он, видите, улыбается, вот за что его любят артисты, все, которые у него снимаются. Он смотрит вот так, он благодарный зритель кадра, он не смотришь, что ты мне не правил, он хохочет, радуется и еще такое подбрасывает. А вот можно еще улучшить. А это Львов и Голуби, да? Это Львов и Голуби, да. И я, 13-летняя, в пубертате, в притензиях, внутренних к себе и... И в желании сниматься. Нифига. Нет, нифига? В ощущении, как же Таня делает это все, как это интересно, видите? С другой стороны камеры Саша Михайлов и... И Юрский, которые бегут в кадре, который не вошел в фильм. Ужасно было, смешно, и кадры, они бежали так вниз по улице. И перед ними бежали овцы. Или после них бежали овцы. Это дядя Мизя бежал пиво, говорит, пиво привезли там. Да, да. Я так понимаю, что вы со своим учителем здесь, Юлией Владимировичем? Я с ним, да. Да, с Александром Александровичем Калегиным, да. А вы знакомы были вот в тот период, когда он был наставником дочери? Да, конечно. Я с ним знакома очень давно, потому что я дружила с его первой женой. Угу. Поэтому я его знаю совсем еще. Ну, вы как-то спрашивали у коллеги, как там наша или нет? Нет, мы вообще очень некоррумпированная семья. Я не люблю, когда ко мне с просьбой обращаются помочь. Я считаю, что надо все-таки играть в честные игры. Не знаю, как Юля. Но мы с Верой не любим хлопотать и просить, чтобы за нас хлопотали. Решили мы, Сеня, потолковать с тобой неофициально. По-свойски, так сказать. Да не получится неофициально. Я ведь лицо-то официальное. Часто люди удивляются, как это. Что же, мы были очень суровые по отношению к Юле. И ей пришлось очень много пережить, потому что она хорошо училась. Ее хвалили там за мастерство. А мы с папой снимали стружки и говорили. Он дошел до того, что сказал, подавай заявление. Наверное, все теперь поняли, что ты наша дочь. И за это тебя, собственно говоря, и взяли. Поэтому все. Подавай заявление об уходе. Пиши, потому что нельзя. Это бездарно, это плохо. Бездарно? Да, она пошла писать заявление. Не заявление, а забирать документы пошла. Слава богу, в институте не надо никаких заявлений писать. Нет, я так больше не могу. Ти-ти-ти-ти, куда же вы? Они так недели, правда. То есть это воспитательная была какая-то? Нет, это была у нас такая высокая планка. Причем, если вы думаете, что у нее к нам другая, она такая же. И у нас друг к другу такая же. То есть родители бездарности тоже, да, получаются? В принципе, она может сказать. Она может сказать. Сказать, что бездарно я не могу, но сказать строго, что все-то там... Да, что это... Ну, мне не очень. Не получилось. Не очень, это плохо. Это бы хорошо переменить, совершенно спокойно. Ну, в большей степени с мамой. В отношениях с мамой это у меня в большей степени. Она как-то была более демократичной. Еще не хватало. Не хватало мне усмотреть во мне недостатки. Да, да, да. Как это можно? Значит, дело наше право, и победа будет. Улыбайся. Я так понимаю, что вот на этот момент Шелли Мерли, вы уже бросили курить? Я не могу вспомнить, вы знаете, нет. Думаю, что да. Мне кажется, да. Я не курила 16 лет. Такая фигура здесь завидная. Просто, ну, как вообще и всегда. Ну, вот просто на фотографии особо видно. Мама умеет держать себя в руках. Силы более у нее недюжин. Я бросил в конце 80-х. А вот как вы умеете себя держать в руках? Это очень просто вообще-то на самом деле, потому что у меня есть спектакли, которые идут в течение 10 лет. Значит, если 10 лет назад вам вшили костюм, то вам никто его перешивать не будет. Нет, в воду здесь его безысходность. Ну, это будет некрасиво, это будут какие-то вставки и так далее. Поэтому, если ты надеваешь и чувствуешь, что тебе это чуть маловато, значит, тебе нужно перестать есть. В этом жанре очень мало у нас снимали и снимают. Нет потребности у зрителя в таком роде? Нет, потребности есть. Или не умеют? Это очень трудный жанр. У меня-то он случайно получился. Ребята пришли с предложением снять фильм про что-нибудь такое, комедию положений с двойниками. Ну, я так, ну, что там, двойники уже надоели, понятно, как будет. Давайте уж хотя бы тройники, так сказать, будут. Тетя, сколько всего было младенцев? И куда вы нас рассовали? Четверо. Вот, вот, вот вы, Патрик. И дальше начался... С двойниками это ваша идея, да? Моя была, да. Слово за слово, что называется, сочинялась эта история. Если найти где-нибудь самые первые варианты, даже поверить невозможно, что это первый вариант фильма Ширли Мэрли. Я помню, как сочинялось, как они сидели в кабинете у папы, и как там стоял бесконечный... Ну, даже хохотом это назвать трудно, потому что у тебя была какая-то другая мера... Ржание. Да, ржание. Это есть моя супруга Джаннифер. Ядренок-черышка, негры. О, ядренок-черышка. Джаннифер изучает современный русский фольклор. Дальше еще в момент, когда они хохотали, еще продолжалось какое-то накидывание, накидывание, и еще следующая волна смеха. А уж тогда, ну, что-то надо, может быть, вот так уже довести до этого абсурда. То есть еще сошлись три очень, ну, наверное, не три... И только... Виталик Маскаленко, может, его подвижный. Только так мог родиться вот этот, в частности, сценарий, он вообще, мне кажется, особняком стоит в нашем кинематографе. Это фарса. Сейчас я бы никогда на такое не замахнулся, правда. Почему? Не знаю. Сложная задача. Сложная постановочная картина. Четыре экспедиции в картине. Америка. Актеров какое количество собралось. Все удалось. Я счастлив, что она существует в памяти народной. Ну, это время, надо вам сказать, что это единственный режиссер, который, в принципе, снял вот это безумное время, в которое мы существовали. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это ширли-мирли непонятное, что с нами вообще происходило и со страной. Поэтому это тоже, я вам скажу, это уже какой-то историческая история. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это же сцена венчания в фильме. А я читал, что вы венчались-то относительно, ну, недавно, если брать вообще ваш стаж общий. Мы венчались на золотую свадьбу. Да, то есть полвека прожив вместе, решили... Оформить отношения, наконец-то. С СССР. С СССР. С создателем. Списались на небесах. Кстати, вот про святые места, если мы начали говорить. Это во время гастроли, да, Израиль? Нет, вы не показываете. Солен, вы не показываете. Я показываю, потому что вы что, зрители? Камеры. В основном. А что это такое? Это Израиль. С землями товарищи. Стена плача, что ли? Нет, это не совсем стена плача. Мы поехали туда с афинскими вечерами и дошли до монастыря молчальников. И спросили, можно ли посмотреть, что внутри. Человек сказал, что он пойдет, узнает. Сказали, что нет, вот как раз сегодня нельзя. А в чем, собственно говоря, там, что это за... Ни в чем, люди молчат. Когда мы вышли, Арусева сказала, ну да, из нас, наверное, одна лента у вас могла бы в этом монастыре жить. Сказала она, потому что, в общем, в принципе, северные люди, они вообще не очень говорливые. Помню, мой дядя Миша приходил из работы и молчал, читал газету. Я ему говорю, дядя Миша, ну расскажите что-нибудь. А поговорить? Ну да. Ну что-нибудь. Он говорит, а что сказать-то тебе? Ну что-нибудь. Так не о чем, Верочка, говорить, говорит он. Как там погода? С утра шел дождь. А что вообще в мире делается? Стабильности нет. Террористы опять захватили самолет. Меньшов просто в следственном изоляторе, так это называется, знакомо? Это Петербург, Владимир Валентинович. Вы не помните, как вы в тюрьме оказались? Это Кресты. Кресты, да, те самые. Это что, фильм какой-то? Нет. Нет, это я председатель общественного совета федеральной службы исполнения наказаний. Долго уговаривали? Уговаривали, но в некоторое время я там встретился с руководством и так далее. Главное, это уже я там два срока. Мотаешь. Хорошо бы совершить что-нибудь такое сумасшедшее, чего тебя совсем никто не ждет. Новая сторона жизни даже мне довольно интересная. Это кто у нас? Это у нас есть такой Меньшов, достаточно известный персонаж, Владимир. Есть у него дочь Юлия. Это, наверное, МХАТ, да? Это 70-летие школы-студия МХАТ. Да, и мне тоже потом посмотреть поближе. Это чудная фотография. На которой мы как раз пели песенку. Да, совершенно верно. Относительно того, чтобы там попридержали бы местечко для наших внуков. И вот, видите, один из них. Не прошло и сколько. Это в каком же году было? Это было, наверное, пару-тройку лет тому назад. 70 лет в 2013 год. Ну, значит, вот тройку лет тому назад это было. И вот не прошло и трех лет, и вот Андрей учится. А вы часто всей семьей собираетесь? Ну, на Новый год обязательно. А, тут как Новый год будете проводить уже, знаете? Так же. Так же. На даче. На даче. В который год? Десятый мы год уже там будем? Да. Вот в этом году, видите, у нас юбилейный Новый год на даче. У нас дача поздно появилась, поэтому вот мы. Правда, я играю 31-го числа спектакль, и 2-го января тоже. Я поражаюсь тебя. То есть ты со спектакля поедешь на дачу? Да, я поеду на дачу. Это опасный вариант. Да, ты помнишь, как мы ехали? Ты можешь не успеть, не успеть, не 12. Юля, а вы по характерам, по своим ощущениям, мамина дочь или папина? Или не поймите чего? Я счастливым образом сочетала в себе. А вот это вот существо Андрея, да, он сочетает что? С одной стороны, там есть очень много и от папы моего, как мне кажется, в нем. Но при этом внешне он копия собственного папы. Мне пока непонятно, куда его вырулят. А мне понятно. Сразу, как только он родился, я с ним сразу нашла общий язык, потому что он был копией Меньшов. И он его копией, я вас уверяю, по характеру, по всему, по всем заморочкам. Я сразу их раскусывала, я сразу понимала, в чем дело. Гораздо быстрее, чем Юля. Потому что я с этим сталкивалась, мне это было знакомо. Значит, все-таки вот Андрей – это бабушкин внук. Да, у нас так определяется, это правда. Андрей у нас бабушкин внук, а Тасенька у нас – это дедушкин внучка. Это дедушкин ангел. Я дарю вам вот этот семейный альбом. Здесь оставлены пустые страницы, как раз вот по тем фотографиям, которые мы к следующей нашей встрече найдем. И здесь много фотографий, которые, быть может, не все вы видели. Спасибо вам большое. Я хочу, чтобы вы их посмотрели сейчас. Это что, выставка истории образования в России? Это все ее ученики. Чего ты так торжественно говоришь? Знаешь, когда я на них смотрю, у меня дыхание перехватывает. Эй, ну, вот это я не знаю, что такое. Это я сама. Ты ведешь? Я веду. Это я мама. Это я, папа. А ты думал, это я? Да. Да ладно? Серьезно? Ты думаешь, это мама? Да. Значит, я тоже иногда живу. Это не только фотография. Это спектакль «Любовь и Иосифа», который я поставила. Это мы с начальством. СМЕХ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова